Привет, друзья! Сегодня я буду полировать X3, эту машину, и буду ее покрывать средством жидкостекло. Я купил такое средство для темных автомобилей. Уже я использовал его на других своих автомобилях. Сейчас вы увидите фотографии после обработки. В принципе, средством было очень довольно. Средство довольно-таки нормальное, можно сказать, бюджетное для такого рода средства стоит. Я его купил сейчас за 2,850. Буду обрабатывать этим средством этот автомобиль X3, и вы, соответственно, увидите результаты до обработки, после обработки и как обрабатывать. Также купил глину. Это средство я буду использовать перед обработкой. Оно очищает автомобиль от всяких серьезных загрязнений, от битума, каких-то других загрязнений. Давайте прочтем. Легко удаляет в битую в лакокрасочное покрытие железную пыль, налет, остатки насекомых, гудрона и смолы, и другое. Отлично очищает, не повреждая поверхность. Входимый этап очистки кузова перед абразивной или защитной полировкой. Способ применения. Перед применением вымойте поверхность автомобиля, слегка натирайте поверхность, смачивая при этом водой ту сторону средства, с которой вы работаете. Также я рекомендую перед обработкой автомобиля использовать данный очиститель от того же производителя, что делает данное жидкое стекло. Это тоже очиститель средства. Работает он как абразив и также слегка располирует поверхность. Средство работает обалденно на самом деле. И даже если вы, например, не хотите покупать данное средство, например, за 2850, я рекомендую просто его купить. Оно стоит, по-моему, тысячу рублей. Вы его можете использовать как полироль и сверху еще нанести, например, воск. После этого средство работает обалденно. Я также пробовал. Результатом был очень доволен. Из всего вот этого процесса обработки самая трудоемкая – это как раз работать будет с глиной и вот с этим средством. Наносить защитное стекло, вернее, наносить вот это полироль, жидкое стекло элементарно и наносить физических затрат особо не требует. А вот с этим придется повозиться, придется располировывать им автомобиль. Также я купил еще интересное средство. Это как производитель, тот же производитель, Вилсон, позиционирует его как защитное средство для кузова C-Line Guard. Им я буду обрабатывать другой автомобиль, шестерку. И мы сравним результаты после нанесения жидкого стекла и то, что получится после нанесения данного средства. Посмотрим на результаты, посмотрим, как будет эксплуатироваться. Это средство позиционируется как более стойкое, лучше защищает от царапин. Посмотрим на результат. Затем также я взял прибор, мерить краску. Для чего я его взял? Мне просто некоторые утверждают, что после нанесения данных защитных покрытий слой на краске увеличивается. Я не особо верю в это. Решил также проверить. И мы также увидим, реально ли появляется на покрытии какой-то дополнительный слой, который можно также обнаружить, который, например, увидит прибор. В некоторых точках мы сейчас сделаем замеры. И сделаем также замеры после обработки. Посмотрим, произошли ли какие-то изменения по толщине покрытия. Также я хотел обратить внимание, что, например, это жидкостекло. Самое простое, элементарное. Некоторые полировщики и на мойках рекомендуют наносить два слоя. Берут за это большие деньги. В самой даже инструкции написано, что данное средство наносится одним слой. Второй слой можно наносить по истечении определенного количества времени. По-моему, это по истечении недели. То есть, если вам говорят, что вот это обычное жидкостекло, давайте мы вам располируем его в два слоя. Они просто обманывают, они располируют все это в один слой тем количеством жидкости, которое есть. И, соответственно, просто с вас возьмут дополнительные деньги. Когда я буду сейчас открывать, давайте посмотрим, что внутри. Внутри комплекта инструкция. Две располировывающие салфетки. Это на первый этап, это на второй. Затем, соответственно, жидкость и второй компонент жидкости, который мы будем смешивать. И губка для использования, натирания этого средства. Также в комплекте есть перчатка. Наносить голыми руками это средство нельзя. Инструкция на русском языке. Также многие детали центра и мойки рекомендуют перед нанесением жидкого стекла делать абразивную полировку автомобиля. Вы можете делать это по необходимости. Если у вас сильный зацарапан автомобиль, имеет глубокие царапанные, делайте полировку, а потом наносите жидкое стекло. Если ваше состояние покрытия довольно-таки хорошее и удовлетворительное, то можно это не делать. Это будет просто как бы тоже, ну, не то что выброшенные деньги, но этого можно не делать. Обязательно перед нанесением жидкого стекла. Жидкое стекло ляжет на любую поверхность и преобразует ее, улучшит внешний вид. Решать вам, делать абразивную полировку или нет. Специальной необходимостью и обязательными условиями это не является. Мы имеем сейчас вот такое состояние покрытия. На автомобиле есть крашеные же элементы. Первое, что мы обращаем внимание, что автомобиль довольно-таки имеет такое неприятное, внешнее, можно сказать, поверхность в тактильном плане. То есть, если ты ее трогаешь, она не скользит, пальцы не скользят по автомобилю и, как бы, можно сказать, влипает в него. Давайте присыпим. Давайте для начала сделаем контрольные точки. Запомним их. Это вот здесь вот. Деталь крашена. Показывает 188 микрон. Вот, 185. Так, давайте. Крыша. На углу. Меряем углу. 159. 156. 157. Крыло. Рядом с ребром жесткости. Меряем крыло. 145. 149. Еще раз. 147. 149. Давайте крыло. Рядом с флорой. 159. 159. 154. 145. 41. 146. 141. 146. Крыша в этом месте. 159. 165. 165. 165. Крышку багажника. 144. 147. 154. 146. 153. 169. 179. 179. 189. 189. 189. 199. 199. толщину после нанесения жидкого стекла и посмотрим интересно изменится результат или нет и так приступаем взяли глину воду смачиваем автомобиль водой избегайте падение глины на полах если вы уронили то старайтесь как-то то место либо срезать либо вмять внутрь то есть вывернуть наружу вот мы видим что насколько блин начинает пачкаться и это все то что было в краске машина вышла только после мойки в принципе очищать глины несложно так как мы помогли проверку поверхности проводим и это легче чем использовать сразу абразив вводим очищаем ну а пока я продолжу очищать весь автомобиль и сделаем перемотку вот мы видим участок с гудроном вот гудрой здесь здесь и здесь давайте посмотрим как очистит это смачиваем поверхность как от нас требует инструкция да очищает реально работает гудроном очистил ну и дальше продолжаем итак друзья глиной мы воспользовались очистили автомобиль можете посмотреть в какой кусок грязи она превратилась сейчас на виду и продолжаем очищать кузов жидким очистителем билсон бейс мейк лина итак друзья я обработал этим очистителем крыловую часть капота сейчас побольше делаю света вот это средство нужно заполировать очень хорошо чтобы никаких разводов никаких полос и остатков средства не оставалось на детали так как сверху можно будет вносить жидкость стекла очень хорошо вытираем все ребра вот можете обратить уже насколько стала деталь блестящей и деталь вернулся ее глубокий внутренний цвет вот палец легко скользит вот крыло у нас конечно например сейчас двери нельзя все-таки сравнивать потому что дверь у нас чуть есть остатки глина но вот мы можем обратить смотрите проводим пальцем пальцы проходит тяжело и проводим по крылу ни остатков ни следов палец легко скользит хотя с той же силой здесь вот звук характерный а здесь прям легко проходит то есть как средство она сама замечательно работает даже если сверху не покрывать средства просто на роде жидким стеклом а я дальше начинаю обрабатывать автомобиль этим очистителем это видите через перемотку процесс конечно трудоемкий пусть из всего процесса нанесения жидкости это довольно таки самый сложный итак друзья мы закончили с процесса очистки автомобиля процесса довольно таки трудоемкий я несмотря на то что мы пользовались длиной и после использования чистителей все равно вот микрофибра на вот могу показать она вся грязная ну как мы уже видим автомобиль уже на самом деле имеется очень хороший блеск видно что автомобиль блестит сейчас мы автомобиль еще раз пройдемся обычной и сухой микрофиброй для того чтобы не осталось никаких разводов перед нанесением жидкого стекла мы проходим осматриваем кузов чтобы не осталось никаких потеков от воды не осталось водяных разводов все хорошо просматриваем автомобиль у нас уже зеркально блестит благодаря этому средству полировали от компании вилсен я неспроста протираю стекла потому что в этот раз я хочу попробовать жидким стеклом еще обработать стекла посмотреть закрепится ли средство на стеклах будет ли она держаться какой даст результат и так мы убедились что автомобиль у нас чисто и теперь мы можем наносить жидкое стекло перед нанесением жидкого стекла обратите внимание что его существует два вида для светлых автомобилей и для темных автомобилей на данном автомобиле цвет больше приближен к темному оттенку и поэтому я использую жидкость стекло для темных автомобилей вот обратите внимание мы уже обработали спецсоставом очищающими составами краска автомобиля эмаль стала довольно таки гладкой очень и вот флакон даже не держится на всякий случай прочтем еще раз конструкцию как нужно наносить средства мы должны смешать количество жидкости два флакона вместе вот этот флакон видимо отвердитель с полиролью смешиваем через шприц открываем два флакона открываем маленький флакон таким вот аппликатором наш прицом закачиваем жидкость и добавляем ее внутрь все жидкость у нас смешали больше маленьких флаконов не понадобится и взболтываем затем мы должны будем надеть перчатку на ту руку которую будем держать аппликатор на него равномерно по чуть-чуть наносить средства и будем потихонечку его легко легко наносить на поверхность обращаем внимание что нужно обратить на температуру окружающей среды вокруг автомобиля наносится по части я крайне не рекомендую наносить средства например на определенную часть автомобиля как указано в инструкцию например нанести на крыло и дверь дать высыхать а во время высыхания наносить другую часть автомобиля обращаю что некоторые так делают и появляются проблемы после такой обработки так как появляются разводы люди не успевают заполировать средства наносите на определенную часть которая указана также в инструкции например покрыла дверь либо капот либо часть крыла и ожидайте время замутнения покрытия поможете поставить таймер и начинайте располировывать не надо начинать браться за другие детали сейчас у нас где-то в районе 10-20 градусов помещений и автолироль должна высыхать в течение 10-20 минут на самом деле вы увидите как начнет поверхность мутнеть ее нужно начать располировать располироваться два шага сначала берется желтая тряпка это на самом деле похоже на микрофибру но это больше полотенце и легкими движениями располироваться поверхность не нужно ее втирать мы не должны стереть полировать мы должны располировать затем после подождать еще можно минут пять и уже мы легким также движением уже до зеркального блеска располировываем поверхность вот сейчас я покажу вам на примере так жидкость мы сболтали коробка нам уже не нужна одеваем перчатку при себе обязательно держим в близости часы дабы смотреть в какое время мы наносили средства начинаем я одел уже перчатку открываю балкон и чуть-чуть начинаем наносить средства на поликаторную губку и легкими движениями его разносим по детали в данном случае сейчас мы нанесем средства на крыло и дверь вы увидите детали начнут покрываться средством и будет выглядеть как будто мы его начинаем покрывать каким-то маслом прозрачным маслом равномерно наносим на деталь чтобы не пропустить какие-то участки стараемся не попадать на пластик если попали на пластик немедленно удаляем немедленно удаляем мы нанесли на крыло и дверь средства сейчас мы ожидаем сначала с момента нанесения прошло уже пять минут мы видим что уже деталь начинает мутнеть ну вот мы видим что детали у нас замутнили и начинаем легко располировать легко прошло где-то 15 минут вот такими легкими движениями мы легко располировать вот такими движениями легкими начинаем располировать начинаем располировать на капоте будет лучше видно они еще сохраняют определенную мутность и так с желтой тряпкой мы закончили мы как могли располировали и затем сейчас дадим еще чуть-чуть мы выждем еще какое-то время максимум минут пять не прошло мы будем уже заполировать деталь такими же легкими движениями берем вот так вот заполировываем до полного блеска до полного блеска и и и так это и и и и и Вот мы должны увидеть такое отражение, как только мы заполируем до такого же блеска, мы понимаем, что детали можно уже закончить. Переходим на другие. Переходим на другие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, друзья, как и обещал, делаю контрольные замеры Далее, это точка Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас не помню, какие были показания Сравним, но я думаю, что, насколько помню, ничего особо не изменилось В таких условиях я заканчиваю съемку Камера основная тоже села Так что еще раз привет вам и пока Ставьте лайки, если понравился